Ну что, сегодня мы планировали поговорить о том, что такое рейки, о чём это, что с ним делать, как использовать, и что мы можем предложить относительно этого интересного момента, этой интересной штуки. Итак, что у нас там с участниками присоединяется? Ну, пока не видно, но кто присоединяется, давайте так, да, кто будет смотреть это в записи, всегда, ну, помните, это в записи будет, если будут вопросы, напишите смело в личку или в любых комментариях, где бы вы не видели эту запись. Сейчас в фейсбуке будет присоединяться, сейчас там пока, к сожалению, не очень видно, а вот есть, да, Николай, добрый вечер, Николай, можете там помахать рукой, ну что, прекрасно слышно, чтобы мы видели, что всё хорошо. Итак, как обычно, в последнее время у эфиров есть предыстория, да, вот, недавно, недавно, вот, как-то на волне, на волне нашей подготовки к очередному тренингу по боевому НЛП, меня вербовали в рейки. Вот, как бы, ну, вербовка-вербовка, да, рейки-рейки, ну, поскольку, поскольку напомнили люди, ну, вот, мы и решили об этом поговорить. Вот, да, спасибо, да, хорошо видно слышно, супер. Итак, ну, наверное, что, начнем мы издалека? Давай, давай издалека, потому что тема, она, с одной стороны, тем, кто в теме, понятно, вот, но я думаю, что наша аудитория не вся погружена в сферу, там, эзотерической науки, да, или околоэнергетических практик, поэтому, что такое рейки, наверное, есть смысл рассказать, хотя бы в общих чертах. Хорошо, тогда начнем, начнем с самого, что ни на есть. Давным-давно в Японии... Настолько, настолько издалека? Нет, не настолько. То есть свет уже был, слово уже было сказано, там, уже практически наше время. Давным-давно в Японии жил такой человек, Микао Суи. И по легенде, по легенде он... Я сейчас прям все в совсем-то деталях не очень помню, в общем, что-то там и с христианством было связано, что он вроде как христианин был в Японии, или нет. Вот, но его интересовала вот эта вот тема, там, о чем бы люди не были здоровыми, да, и через это, кстати говоря, и счастливыми тоже, потому что, ну, понятное дело, здоровье один из элементов, один из краеугольных камней в общем ощущении счастья жизни. Ну, скажем, кто как-то нездоров, да, то там тебе как бы все остальные счастья жизни, они, может быть, и не в тему. Вот. Ну, ладно, это как бы про счастье жизни отдельно, да. Ну, значит, его заинтересовала идея вот этого самого здоровья, и, повторюсь, я не помню детали этой, кстати говоря, весьма красивой легенды, поэтому кто-то, если хочет поискать, прям поищите. Но он удалился на высокую-высокую гору. Ну, как обычно, да, куда там удаляться, кроме как не на высокую-высокую гору. И там он медитировал два года, или год, или полгода, или полтора. Опять же, я точно не помню. То есть, здесь надо понимать, маленькое отвлечение, у классического рейки очень хороший был маркетинговый план. То есть, все очень классно простроено, да, очень классная легенда, очень классная продажа, очень классный маркетинг, очень классная воронка. То есть, вполне себе все было интересно. Это вот потому, что надо посмотреть, надо почитать, там все-таки это все интересно. Ну, так вот. Медитировал он, медитировал, и, что называется, все понял. То есть, ему открылось. Сам понял, сверху открылось, опять же, это вот отсылаю при деньги, но спустился с горы он, уже имея при себе вот эту самую рейки, которая суть универсальная целительская энергия, то есть, которая через наложение рук впоследствии бесконтактно позволяла людей исцелять. Причем исцелять, имея в виду и здоровье телесное, и, в общем-то, здоровье духовное, и даже гармонизировать, что называется, как это, происходящее событие. Сработать с эмоциональным фоном и тем самым приводить уже какие-то события внешней жизни через смену поведенческих реакций, уже основанных на других эмоциях, в какую-то гармонию. Тут мы помним, да, как-то мы помним из НЛП, разум, тело и жизнь элементы одной системы. Вот с разумом, телом и жизнью, с гармонизацией и исцелением этих трех элементов, собственно, рейки предлагала работать, как некоторая универсальная целительская система. Не требующая, как говорили, особого какого-то обучения, не требующая какого-то особых знаний. То есть это просто вот дар нам свыше, да, там усуи получил, нам принес за не очень дорого, в принципе, и вот, собственно, выдает. И теперь можно как бы брать вот это вот, да, и там целить себя, целить других. То есть, в принципе, все прикольно, все нормально, хорошо описано. Два момента, собственно, которые... Я познакомился с рейки, вот, практически в таком вот, наверное, варианте. Ну, единственное, вспомню, конечно, и детальной легендой. Году 2002. Естественно, это происходило параллельно с моим знакомством с НЛП, уже трехгодичным примерно к тому времени. Вот. И проходило, естественно, на одном из фестивалей практической психологии. Ну, понятное дело, что это Сибирь, а Сибирь и практическая психология, это автоматически эзотерика. Поэтому, естественно, там приехала женщина, я не помню, как ее зовут, которая эту самую рейки там преподавала, раздавала, проводила в жизни. Вот. Она рассказала эту замечательную историю. Она на группу из, там, 10, по-моему, 15 человек тогда сделала, там, групповой сеанс этой самой рейки. То есть, всех там, в принципе, ну, да, чувствуется, конечно, естественно, все хорошо, все классно. Вот. После чего она сказала такую, очень обидную для Нелкера фразу, прям безумно обидную. Она сказала, ну, так, после описания того, что, собственно, что Микао Усуи сам ее получил, открыл, включил, да, после этого она сказала, что, как бы, ну, типа, без вариантов, только за деньги. То есть, дальше только за деньги. Вот. А мы помним, что в НЛП есть присуппозиции. Одна из них гласит, если Микао Усуи смог, то кто угодно может тоже повторить. Вот. Ну, она не прям конкретно про Микао Усуи, она про кого угодно, да, что если кто угодно что-то смог сделать хорошее, кто угодно может это повторить. Даже Близняков, думаю я. Это было важно. Вот. Ну, и, собственно говоря, с этого момента. Некоторых людей тогда, причем, ну, у меня тогда были друзья, у которых уже была вот та самая, там, рейки, и первая ступень, и вторая ступень. Я к ним обратился, говорю, слушай, ну, а как вот это вот рейки, там, с точки зрения НЛП? И они, эти самые мои друзья, имеющие в том числе отношение к НЛП, сказали вторую обидную для НЛП вещь, да, они говорят, ну, типа там нет, НЛП отдельно, рейки отдельно, типа там нет, 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 там не надо смешивать, не надо как бы даже, вот. А мы знаем, опять же, что в НЛП есть, то есть у позиции, да, и одна из них гласит, что все, весь опыт человека, да, все навыки человека, и рейки тоже закодированы в нервной системе. То есть, значит, их можно моделировать. Вот. Вот. Я не стерпел, конечно, такой вот двойной обиды, и решил, что, ну, значит, надо самому. С одной стороны, ну, будем честны, мне было жалко 500 баксов, то есть это были еще те 500 баксов, это довоенные, да, там, 20 лет назад это были совсем другие деньги. Вот. И не настолько мне это было надо, чтобы те самые там 500 баксов выдавать, а вот интересно было. Поэтому, а, ну, в гору я тоже не пошел, потому что там, ну, работа, дела всякие разные, то есть там полтора года в гору тоже не оно. Вот. Не серьезно, не серьезно. Не хватило тебе разряженности воздуха, изменений сознания и так далее, да? Да, именно поэтому, именно поэтому, собственно говоря, этот самый хитрый путь, да, у меня занял около двух лет. Вот. Но, в чем прикол? Где-то, где-то примерно, наверное, действительно два года у меня заняло, я покупал книжки про Эйки, мне, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, не сразу в руки попалась книжка Даяны Стайн, за которую ее, кстати, но об этом попозже, очень сильно не любили, да, в свое время. Вот. То есть, читал, общался с людьми, читал еще кучу разных книжек, там, где написано про всякое разное целительство. Там, где попалась мне в руки совершенно сумасшедшая книга, как же она, Серж Кахили Кинг, городской шам... Помню, что шамана, какой не помню, то ли городской, то ли гавайский, городской, по-моему, все-таки. Вот. Книжка, книжка фактически, но при практике, так-то, если по структуре, очень напоминала методичку курса МОН при практике, с пресуппозициями на первой странице, то есть, с техниками, практикой, очень интересная книга. Там отчасти какие-то безумные были техники, отчасти очень прям прикольные, классные, ну, разве что в этом, в обертке шаманизм. Вот. И там тоже, кстати говоря, там, собственно, была одна из техник целительства, типа гавайского целительства, типа гавайский массаж. Почему я говорю типа? Потому что, нет, я-то начал, конечно, его практиковать, давая спать целительство, потому что оно было более-менее описано, значит, я начал к нему подключать там всякие разные другие штуки, которые до этого я нашел в описаниях, в жизни описаниях целителей, да, и в практике, с форумов, с интернета. Вот. А я просто потом, уже в Ростов, я, кстати, когда приехал, я здесь случайно по интернету познакомился с девушкой, которая училась вот этому самому гавайскому массажу, ну, где-то там прям. Вот. Она показала, ну, то есть, был мастер-класс, я пришел на него, она показала этот самый гавайский целительский массаж. Я после этого перестал называть то, что я делал, гавайским массажом, потому что я, видимо, все не так понял из книги этого самого городского шамана. Тем не менее, у меня началось вот это получаться. Ну, вот, тоже интересный момент, как я, да, познакомилась с Рейки, вот, еще прежде чем, пока ты не перешел уже к Рейке, в настоящий момент, я как-то вот тоже занималась похожими вещами, и как это незабавно будет звучать, я, наверное, крайне редко об этом упоминаю, и об этом знает круг моих друзей, наверное, юности, молодости моей. Да, вот, но в какой-то момент это перестало быть там сферой моих основных интересов, я увлеклась другими вещами, стала в них развиваться, но, тем не менее, еще со школы на факультативных занятиях по валиологии нам рассказывали о такой вещи, как энергетика человека, биоэнергетика, естественные способности, то есть вроде бы как бы в эзотерику вроде не уходили, там, ближе к физиологии, психофизиологии, управления состояниями, намерениями, вот, и тогда нам рассказывали, как наложение рук там меняет состояние физическое, ну, и так далее, вот, и, в общем-то, нам показывали, мы практиковались, все это было интересно, здорово, прикольно, тогда еще, это был, наверное, какой-то такой пик в России, да, там, середина 90-х, ну, вот, где-то так, прикольно все это было, вот, и потом я, наверное, как-то вот не слышала о том, что было о рейке, а когда оно вообще появилось, Андрей, вот так-то? И тот, честно, тоже не акцентировал внимание, ну, я узнала о рейке, наверное, чуть раньше, где-то в 2008-м я услышала, что такое есть, но, опять же, не улеглась, потому что для меня это все про одно и то же, это та же самая биоэнергетика, как мне когда-то рассказывали, ну, и когда вот мы с тобой начали сотрудничать, ты стал рассказывать о рейке уже с точки зрения описания NLP, ну, как-то это совсем стало выглядеть иначе, но, опять же, наверное, это вот вопрос только описания, да, и доступности к использованию, да, когда ты понимаешь, что ты делаешь, то, в общем-то, ты начинаешь как-то с большей эффективностью использовать те же самые стратегии, те же самые технологии, ну, теперь это называется рейке, ну, окей. Ну, теперь можно к содержательной части, да? Да. Собственно, в самом, в самом, вот, в самом, что ни на есть, в самом, что ни на есть классическом рейке, вот тут мы как раз про Даяну ставим, да, в самом, что ни на есть классическом рейке, в числе прочего, ну, почему мои друзья его не пытались фиксировать никак, ни откуда, да, потому что там очень сильный был упор именно на передачу, то есть тебе передаются определенные настройки, там тебе открываются каналы, ты с ними работаешь, тебе потом передаются символы, символы рисуются и сжигаются бумажки, например, то есть ты их повторяешь по памяти, ты не имеешь права их там нигде тиражировать, там, ну, так было изначально. Соответственно, поэтому там особой рефлексии по этому поводу не было, и до книги Даяны Стайн, которая очень многие вещи просто, ну, просто выдала, открыла, и в том числе внутренние, которые, вообще говоря, открывать не то, чтобы прям совсем-совсем нельзя было, но они именно, что вскрывают вот ту самую внутренность, которую можно моделировать. То есть, и фактически мы вот о чем говорим. То есть, ну, давайте, если, если описывать то, что можно описать, тем, чем, как бы, что можно описывать, да, мы не то, чтобы мы говорим, что не существует никаких энергий, там, до сих пор не открытых учеными, да, пожалуйста, пусть существуют. Как говорили в моем детстве, жалко, нет. Но, есть некоторые вещи, которые описываются, ну, как бы, прямее, наверное, и другими способами. То есть, полезнее, наверное, полезнее не включать метафору, что есть какая-то энергия, которая течет, вытекает, перетекает, растекает. Типа, там, мы там, ну, то есть, она, эта метафора, брейки есть, и ради нее там как раз-таки и говорят, что, типа, там, нет, это не твоя энергия, ты просто проводни, там ее очень много. Для того, чтобы, и вот с этим, кстати говоря, я сталкивался очень часто в описаниях вот всех всяких разных зрителей. То есть, когда люди начинают, типа, работать, что называется, своей энергией, да, когда, вот здесь, опять же, здесь, могу только, наверное, от примера один замечательный рассказать, когда я вот тогда еще вот этой своей, как бы, со своим поделием, да, целительским, уже, собственно, пытался работать, да, там, людям что-то делал, давай я там сейчас делаю. Сила в руках есть, ага. Вот, и попытался с одной знакомой, я не буду имен называть, поработать с ее могучим зажимом в плечах, то есть, там прям вот, вот там вот, где плечи, лопатки, то есть, там был такой прям, такая мощная, хорошая каменюха, прям вот. Причем, ну, зажим такой, что активный, прям, плодный. Человек им живет, все хорошо. Вот, и я, соответственно, там, давай включился, там, энергии, там, пошло, ну, как бы, не энергия прошла, а это, у меня руки начали не иметь, прям, прям качественное, чувствую, ну, как-то с, 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 с метафорически-магической точки зрения, да, там, как будто бы, там, у нее, это, как это, заклинание окаменения на руки мне передается, да, то есть, это смешно, оно, как бы, внутри было, ну, не, не, не только смешно, конечно, было немножечко, я не удивлен чуть-чуть, конечно, было, потому что, не, я читал об этом, я понимал, что такие вещи могут быть, ну, я еще не, вряд ли речь там шла про энергии, скорее речь шла, опять же, вот, как, как описание, как хорошее, цельное описание, речь идет о, о конкурентности, о личной силе той самой, то есть, насколько я верю в свое состояние, вот то самое, типа, шуууууу, да, насколько она верит в свое вот этого состояния, да, и если она в него верится вниз, это такая позиция же еще, Андрей, да, это есть такая позиция, это и есть такая позиция, то есть, если мы просто положили на человека руку, Ну хорошо, да, это массаж, это просто массаж, там, это просто мы отчасти управляем вниманием, отчасти, может быть, наши лапки потеплее, чем у него спинка, окей, хорошо, да, физиотерапия такая легкая, но вот именно, именно вот та самая там энергетическая штука начинается, не когда мы там что-то там передаем, какую-то энергию особенную, а когда мы начинаем из второй позиции с человеком взаимодействовать, когда мы начинаем явным образом включать вот те самые механизмы эмпатии, у него или у себя. Кстати, я тоже поделюсь аналогично, когда я вот еще и занималась этими моментами, и ко мне обращались мои, ну, друзья, коллеги, вот там что-то голова болит, или вот что-то вот как-то вот, ну, поработай, полечи, ну, для меня это не было проблемой, ну, почему бы нет, если у меня там это легко, но при этом я потом себя чувствовала, вот и голова у меня чуть-чуть побаливала, и как-то вот, я считала, что я просто устаю, но вот это потом-то, да, уже стало понятно, что вопрос в системе убеждений, получается, что да, вторая позиция, и система убеждений, ну, как бы была такова, что вот приходилось, да, это немножко и на себе переживать, вот сейчас, когда там понимаешь, как работают рейки, у них хорошая вот эта есть идея, что это, ну, не ты, да, что это, да, там через тебя, и ты как бы являешься исключительно проводником, то есть есть плюсы вот в таком рассмотрении вопроса. С моей точки зрения, как-то лучше, лучше бы рассказывать примере о том, что там метафора энергии, это вот как бы в большей степени лучше, наверное, проще объясняется через вот ту самую уверенность, да, через то самое удержание состояния, потому что, с одной стороны, это позволяет нам брать вот ту самую... Андрей, ты что сейчас делаешь? Ты сейчас говоришь рейки, давайте рассматривать рейки, как НЛП, тогда рейки не будет, ну, это что, наставь метафоры, оставь идея, да, сейчас мы так все переведем, это вот вторая позиция, это вот не метафора, да, там, это не энергия, это вот это... Нет, а я, ты знаешь, я же не настаиваю, я же говорю, что, пожалуй, для меня так, просто, вот, тут, тут, так, немножечко двигаясь дальше, да, когда я для себя уже открыл вот это вот самое, то есть что-то, то есть какой-то, какой-то процесс открыл, что-то, что-то такое пошло, вот, тогда я уже решил, что, да, можно, в принципе, уже, наверное, добавить к этому там официальные рейки, посмотреть, что там будет, что там, кого, может быть, помоделировать уже его изнутри, потому что уже там, ну, был, наверное, готов, было уже некоторое такое понимание. Вот, ну, к тому моменту там и с самим рейки стало уже немножечко попроще, судя по всему, то есть, наверное, как-то в большей степени прошел вот этот вот самый бизнесовый его вариант, поэтому мне сказали, типа, там, окей, на себе рейки, ну, давай, без этого, ну, без официальных документов, в общем, то есть, без включения, там, тебя в эти, в иерархии света, там, без отсылки туда в иерархию доли за тебя, ну, в общем, без всех вот этих вот маркетинговых моментов. Ну, без тень прошел, в общем. А? Без тень, через тень рейки. Без документов, со скидкой, да, серьезно. Вот, но просто фишка в чем? То есть, потом вот, когда я уже получил вот эти самые, там, первую и вторую ступени, именно вот этого самого рейки, то есть, у меня, за счет вот моего вот этого понимания, того, что я к этому относился, не как к тому, что я, там, шланг, из которого течет энергия, и я просто вот со временем, шланг становится толще, да? Хорошая метафора. Вот. Ну, конец. То есть, не, вот, если не вот так к этому относиться, если относиться, действительно, как к тому, что мы занимаемся определенными состояниями, а я ж до этого-то ими и занимался, я-то у себя фактически, ну, как, не знаю, там, как оказалось, да, потом уже, вот, при совмещении того, до чего дошел я, с рейки, оказалось, что да, есть некое состояние. Просто, когда меня, когда меня посвящали в эту самую рейки, мне это самое эталонное состояние передали. Я его знал, я его чувствовал, я его понимал, оно у меня было, там, в эстетике, в субмодальностях, и я из него, как раз-таки, и работал. А у меня там было еще, а, наработанное у меня было, там, какое-то свое. Ну, пока я его нарабатывал, я понимал, что вот сейчас, например, да, вот сейчас я работаю, а сейчас я отвлекся, то есть и я не работаю. И вот эта вот штука, она позволила, мы об этом, мы об этом с Юлей очень часто говорим, и пишем, и говорим о тренингах, что, там, несмотря на то, что NLP такая технологичная штука, что есть прям целое, там, боевое NLP, и вообще манипуляции, и бездуховность полнейшая, да, несмотря на это, многие, многие вещи из NLP, многие модели из NLP позволяют ускорять практику в весьма духовных сферах. И вот то самое, например, там, ну, если, если за рейте стоит определенное состояние, то есть делать так, чтобы оно стало более конкурентным, чтобы меньше было всяких разных частей личности, которые ему мешают, пусть даже в моменте, да, чтобы оно, там, субмодально было более цельным, чтобы, там, в кавычках поток к другому человеку был, там, больше, да, это все работа с обычными джонбургскими штуками, работа с форматуральностями, работа с чем-то еще, я не говорю о том, что за этим не стоит никакого колдунства, никакой энергии, может быть и стоит, может и не стоит, я не знаю, это не важно, а важно ровно одно, есть состояние вглубления человека, с состоянием NLP умеет работать. Если мы это состояние увеличиваем, ну, то почему-то становится круче вот эта практика, практика рейки становится круче, нормально, у меня, это, без всяких этих, на, на, ну, на одном, практически, вот этом вот понимании, на наработанных вот таких вот схемах, у меня потом, там, в других, я ходил тоже по знакомым, по рейки, там, по друзьям, гусевался, в том числе, в этой среде, но меня потом начали с мастеров купить, хотя я не получал, на тот момент еще не получал эти самые мастерские инвестиции, ну, смотрят, там, или, там, ну-ка, покажи свой поток, показывай свой поток, они такие, ну, ты мастер же, да? Нет, у тебя прям, ну, как будто бы уже мастер, все, открылось, надо делать, надо идти пил, значит, надо идти пил, пошел, конечно. Вот, при том, что, при том, что, ну, опять же, интересно в рейке, и, ну, и, наверное, смоделировано уже дальше, собственно, вот та самая книга Дарьяна Стайн, так, где она все рассказала, где, в том числе, она сдала такие очень, ну, не надпуски, не запомнился, тем не менее, она сдала вот эти самые штуки, которые, если у тебя есть какое-то полезное состояние, ты можешь на его основе делать, там, собственную школу рейки, если есть какие-то несколько полезных состояний, да, ты можешь на их основе делать символы этих самых рейки. Символы рейки вообще прикольная вещь, ну, там, совсем как бы, да? Если продолжать дальше аналогию, метафору с NLP, с пересечениями, то символы рейки, это, наверное, самая ближайшая аналогия, это эти, как их называются, так, приборы из DGC, то есть кусочки, кусочки, которые работают сами, то есть ты символ рисуешь, и дальше, то есть дальше, дальше, какая-то часть тебя держит в этом месте, какую-то там конкурентность, достаточно, там, для этого символа, да, собственно, почему, почему там, почему в том числе Андреяну Стайн не любили, из классического рейки, вот ее вот это вот, то, что все она рассказала, что это можно делать, это привело к появлению, то есть где-то уже году, вот, как раз 2008, наверное, начала появляться просто какая-то безумная толпа этих самых рейк, ну, причем там вот как-то стало, кстати, стало понятно, что слово рейки уже можно во множественном числе употреблять, а как его употреблять, непонятно, потому что очень коряво звучит, вот, при том, что кто-то, кто-то просто, например, классическому усуе рейки добавил Андреевский флаг и все, кто-то добавил там много чего, да, там, всякие рейки денежные, там, кундалини и все остальное, то есть люди начали строить уже вот эти вот самые штуки на каких-то других состояниях, не вот тех вот, ну, не некоторым условным, там, базовом гармоничном состоянии, о котором тот самый Усуи говорил, да, а на других состояниях, которые там, ну, в других областях, может быть, помогают. Вот, я не остался в стороне от этого процесса, у меня есть собственные на доработке, у меня есть там собственные знаки, символы и всякая штука, ну, это чисто для себя, то есть не было задачи, там, пилить школу и прочие такие штуки. Вот, не менее, ну, да, делаю. Вот, чего еще можно сказать? Процедительство вообще есть, да? Ну, а есть у нас какие-то вопросы, Андрис? А, не, не знаю, всем все интересно и понятно. Да, люди, кто в Фейсбуке нас смотрят прямо сейчас, вы не стесняйтесь, пишите сразу вопросы. Там, я вижу, вижу и знакомых лиц, прям, всех рады видеть, пишите вопросы. Да, если говорить о таком подходе, ну, что называется, практично, может быть, как бы сенсорном, да, фактически обоснованным чем-то, да, и понятным системам, то, в принципе, мы регулярно проводим программы, трансформирующие, там, интенсивы с погружением, куда можно приехать и действительно хорошо поработать себя, уже не на уровне сухой логики, рационального подхода к обучению, да, или, там, просто за набором каких-то техник, технологий, а задачей, что называется, познакомиться с собой с другой стороны, войти в контакт с собой, да, со своим ягодом, с миром и так далее. И, если есть интерес, пишите, мы вам подробнее сможем рассказать. У нас вот как раз вопрос, да, Николай, как мы относимся к тетохилингу, это одного поля ягоды. Возможно, там есть какие-то детали, изменения. Я предполагаю, что там могут быть как раз такие детали и особенности на уровне именно вот тех самых состояний, на которых построен. Но, все-таки, я думаю, что там процентов на 80, это одно и то же. То есть одно и то же по принципу. По принципу, что есть некоторое состояние. Состояние, ну, которое, давайте, ну, давайте мы назовем, да, его эталонным состоянием. Почему оно эталонное, это вопрос 25. Может быть, человек очень здоров, очень гармоничен, очень молодец, да, и он тогда это вот запаковал и передает другим людям. Может быть, наоборот, это какое-то состояние, типа, всех порву, один останусь, да, и это рейки денег, например, да, там, или рейки бизнеса. Может быть, это состояние какое-то, которое даже в том числе может быть связано с определенным, с определенным ощущением в определенном отделе организма, грубо говоря. То есть, там, рейки сердечно-сосудистой системы, да, то есть, которое связано с тем, что вот здесь вот наконец-то у человека расслабилось все, вот тут вот, да. Вот эти детали погружаться не сильно интересно, потому что их, во-первых, может быть, очень много, а во-вторых, скорее всего, принцип за этим стоит ровно один. Есть эталонное состояние, и есть человек, который умеет им делиться. Делиться в том смысле, что он умеет входить во вторую позицию с другим человеком, и при этом он умеет вот это эталонное состояние удерживать достаточно конкурентно, чтобы, ну, на уровне той самой намерения, личной силы, да, перебороть состояние вот клиента, да, пациента. То есть, вообще общая концепция всего, наверное, целительства заключается в том, чтобы перестать мешать своему организму заниматься саморегуляцией своего организма. То есть, проблема, проблема там всех, наверное, психосоматических болячек, ну, давайте так, всех имеется в виду до того, как они превратились в органические повреждения уже. То есть, когда это все только-только начинается, то есть, когда начинается динамическая какая-то дисфункция, но еще не превратилась там в ужас-ужас. То есть, уже болит, уже работает плоховато, но если мы перестанем себе мешать, очень быстро все придет в норму. То есть, мы, там, вот здесь вот сделали себе адский зажим, вот так вот, да, там на плече, на спине, и ходим. Ходим, а потом у нас все это затекает, болит, там еще что-то. Мы начинаем, о, тут у меня болит, тут у меня вот это, тут у меня там еще что-то, плечи полезли. Ну, в общем, понятно, да? Перестань вот здесь напрягать, то есть, расслабь, сделай нормально здесь. И очень быстро это все пройдет. То есть, организм очень быстро там все поправит, там циркуляция крови и всего остального очень быстро все наладит, вычистит там, и все, там пройдет сколько-то времени, и там все, все будет круто. То есть, не мешать. И тут, получается, человек мешает. То есть, приходит клиент, который себе мешает, который себе этой самой психосоматике напилил. А тут человек, который умеет не мешать, который умеет показать, как это не мешать, у которого достаточно сильна вот эта вот самая внутренняя уверенность. Почему, например, там рейки у меня, ну, и даже не только у меня, да, почему там после, как-то после обучения рейки, там за 200 баксов, за 300 баксов, за 400, почему оно работало лучше, чем вот то поделие, которое я придумал. Потому что, во-первых, я его только-только придумал, оно не 300 баксов стоит, да, я все еще нахожусь в процессе исследования, а тут человеку за деньги рассказали, что все круто, все нормально, все есть и есть. То есть, там уверенности больше, там передали это состояние, плюс его же из второй позиции ему передали, не нужно нарабатывать. То есть, там тоже, конечно, нужно нарабатывать дальше, но, тем не менее, изрядный кусок его дали. А мне надо нарабатывать. Ну, вот в этом, как бы, самостоятельно. Ну, все-таки, давайте тоже понимать такие вещи, что кроме самой идеи и самой технологии есть продажи и маркетинги, продвижение этой идеи. Вот. И рейки вот в таком формате, как оно стало нам знакомо, да, там через посвящение, через обучение по ступеням и оплату соответствующую, да, и тета-хилинг. Ну, вот в отличие от рейки, тета-хилинг – это больше работа с системой убеждений. Она не всегда бывает, это система работы, ну, экологично, по отзывам. Я вот слышала, люди очень довольны были. То есть, ну, там просто дается, вот в рейке это состояние просто передается, не критично, ну, директивно, вот. А в тета-хилинге оно вербализовано и тоже передается тоже директивно. И вот кому-то заходит, и тогда окей, а кому-то не заходит, вызывает внутреннее сопротивление и некоторые конфликты. Ну, то есть, если конфликты не бросать и с ними продолжать работать, ну, то есть, не как продолжать терапию, да, вот, то тоже все окей. Но те ситуации, те люди, с которыми я общалась, которые вот просили помочь, это люди, с которым систему убеждений якобы вложили, но она вызвала конфликты, а что с ними дальше делать, люди не знали. Вот, поэтому тут, там, две стороны медали. Вот, и это тоже система, которая рабочая, да, она имеет место быть, но она тоже имеет свою коммерческую составляющую. Я вот, честно говоря, удивлена, почему в Нупи не так. Вот, если взять практически все европейские, там, западные подходы, они все построены. Первая ступень, вот, она такая, пока ты не пройдешь, там, не сертифицируешься, пока не приведешь 20 человек, не попадешь на вторую, там, и так далее. То есть, вы обязаны приводить своих адептов. Вот, Нупи как-то в этом плане очень сильно выделяется, но при этом и в рейке, и в татохилинге абсолютно понятные и конкретные вещи, да, то есть, работа системы убеждения внутри, это сущностные, это реимпринтинги, это шаговый рефрейминг, там, и так далее. Не обязательно так вот все это как приводить в состояние эзотерики, не обязательно это вот выставлять в формате вот чудо происходит, да, происходит вполне нормальная психотерапевтическая или психокоррекционная работа. Вот, давайте просто понимать, что, зачем стоит, какие фишки работают в том или ином подходе, ими пользоваться, ну, смотреть на это просто адекватно. Просто тут, наверное, вот о чем, в чем, в том числе прикол. Мы вот в системах целительства, ну, рейки, да, и похожие, и соседние, мы работаем с помощью, там, странноватого инструмента, то есть, вторая позиция, это такое, весьма феноменологическая штука, то есть, никто не знает, как она работает, но тем не менее, там, есть достаточно устойчивые результаты. там тоже, там, есть прямо определенные критерии, их много, они такие, то есть, во-первых, мое, да, там, от меня зависит, что-то, от того, насколько я, там, там, вовлечен, включен, конгрейн, да, от другого человека зависит, там, от еще чего-то, вот, там, удержание, там, паттерна, кто-то на дольше его удерживает, то есть, там, некоторое количество критериев, которые указывают на, вот это самое, то есть, на качество, что ли, работы со второй позиции. Но это все можно тоже развивать, по-прежнему неизвестно, как оно работает, но развивать хорошо, вот, и ладно, пусть будет можно, но это вот те самые, там, феномены, да, феномены, как правило. Вот, а второй момент, это то, что все вот эти вот скрытные штуки, целительские, НЛП и там любая открытая психология, они же тоже работают с психосоматикой, только эта область такая весьма странная, то есть, там такая очень пограничная область, и можно ли там с помощью техники НЛП, чтобы у человека потом прошла какая-нибудь психосоматическая болячка? Да, можно. Гарантированно пройдет? Нет, не гарантированно, потому что не факт, что она только психосоматическая, не факт, что там уже не начались какие-то органические повреждения, на которые долго, просто нужно будет потом организму долго работать, не факт, что там вообще это все может быть выправиться, не факт, что вообще эта самая терапия сработает, что человек в конце концов откажется от каких-то своих убеждений, или чего-то еще, зажимов психологических или физических, ну и вообще позволит себе работать с этим. И там вот это вот очень-очень такое многограммное, получаются многограммные границы и феноменологический метод. да, да, работает. Можно, можно так, можно там, по наложениям рук, да, можно. Если, если достаточно качественно с этим работаете, то, наверное, это даже отчасти способно заменить какой-то кусочек психотерапии, то есть какой-то кусочек терапии. Вот. И здесь вот то, что, Юля, ты говоришь, да, про ката-хилинг, что он, ну, там, типа, в том числе с убеждениями, в том числе их явно озвучивает, окей, да, это как раз-таки, наверное, и хорошо. Тут в этом смысле, в этом смысле рейки, это, наверное, как раз-таки в большей степени про телесное здоровье. То есть телесное явным образом связано с этим, там, какие-то состояния, просто вот, дать это хилинг, если он на больших уровнях, то это все равно связано с внутренним ощущением тоже, но и с убеждениями. Хорошо, ладно, давайте с убеждениями. Картина мира, сотканная из гадных убеждений, она тоже дает прекрасное себе внутреннее ощущение. Подумайте, там, возьмите десяток афирмаций, подумайте так, что они все правда, например, как вы себя чувствуете, или возьмите их, оберните, сделайте анти-аффирмации, подумайте в них, как вы себя чувствуете. Я вас уверяю, было бы совершенно разное ощущение, и это разные состояния, пусть, например, их не вербализовано, но передать тоже людям можно. Может быть, кстати, это было бы и лучше, для телесного хилинга, чтобы люди явно могли таким образом не начинали спорить, Может быть, было бы это дольше, да, может быть, что-то еще. Но с другой стороны, это же позиционер. Вот, вот и получается. Да, во-первых, где брать состояние? Если оно есть у тебя, хорошо, здорово. Если оно есть у тебя, как эталон, там, внедренный у тебя в голову, откуда-то там, пусть посвящение, пусть что-то еще, ну, хорошо, окей, ладно. Если есть наработанное, как это передавать через вторую позицию? Ну, прекрасно, вы можете это смело делать и поверх обычной фихотерапии. Ну, то есть, пришел клиент, да, мы с ним общаемся, там, разбираемся, метамодельный вопрос задаем. Поверх этого запускаем канал Рейки, да, открываем там еще чего-то на тему того, чтобы ему там, и на этом уровне тоже было лучше. Ну, укорениться оно, это, почему-то. А если мы только с этим, ну, хорошо, можно только с этим. Если у человека при этом то заболевание, с которым он к вам пришел, оно, либо слишком сильны вторичные выгоды, и вы ничего с ним не сделали, либо там уже, ну, нарушения, а может быть, там и были, изначально, может быть, были функциональные, физиологии нарушения, и поверх них создались в том числе, может быть, какие-то уже и убеждения, да, и там ощущения, и потом пошли там на второй круг, ну, ничего с ними не сделаете, ни в рейхе, ни в тета-хилинге, ни в психологии, нигде, тут кроме, кроме медицины официальной. Границы прям, их много, и они такие, что то ли есть, то ли нет, но если она есть, то все там, хоть за рейхи. И это, и это как раз вот те самые, когда спрашивали, да, где там этот есть, где там шелуха, во всем вот этом, да, вот за вот этими самыми границами. Там, где начинаются действительно отличные выгоды нелечимые, где начинается область жизни, медицины и всего остального, там все, что это случается. Да, там, где начинается книга, да, под названием «Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров», там вот уже шелуха, потому что все должно быть в меру адекватно и, что называется, проверяемо, да, должны быть какие-то совершенно четкие, объективные критерии, на которые можно опираться. Если все изменения происходят исключительно в вашей голове, то, наверное, есть смысл задуматься, да, то ли вы делаете, или тот ли инструмент в данный конкретный момент вы применяете, потому что, возможно, дело там не столько в самом инструменте, да, а в контексте, в ситуации, которая сложилась, ну, нужно просто перепроверить. Ну, что? Ну, как-то, как-то все вроде бы. Так, ну, что, не знаю, мы сейчас будем плавненько подытоживать, да, если там вопрос есть еще в Фейсбуке, вы тогда скажите про вопрос. А так-то, в общем-то, в общем-то, пожалуйста, и все. Очень много есть интересных штук, то есть мы, вот, как-то, в качестве подытоживания, да, мы об этом тоже говорим очень часто на тренингах. Человек, там, человекам, людям, человеку очень много тысяч лет, на протяжении которых не так, чтобы очень сильно много происходило изменений, а попыток, попыток осознать и что-то сделать с собой, да, их было очень много. То есть, всевозможные разные заходы, там, практически в каждой стране было что-то свое, там, из каких-то магических технологий, из каких-то еще, там, какие-то древние психотехники, какие-то там штуки, которые, там, то есть, попытки что-то где-то куда-то вылезти за грань, там, и то же самое и целительство, и управление другим. Даже, наверное, неправильно думать, что манипуляциями никто не занимался до психологии, да, или, например, никто не манипулировал другими людьми до прохождения курса боевой НЛП, тренинга боевой НЛП, да, где, я уверяю, все прекрасно манипулировали. Может быть, может быть, не на тех, может быть, не на тех уровнях, да, может быть, не с тем качеством, может быть, не с той эффективностью, не эффективность, да, растет, а вот то, что люди и до этого занимались, так, конечно, занимались. И ценное, и полезное во всяких разных древних штуках, конечно, есть. есть вопрос только в чем, надо ли нам для пользы этих самых древних штук, надо ли нам погружаться в древнюю картину мира, или нам все-таки немножечко моделировать и все-таки как-то вот более текущими словами говорить, хотя это тоже метафора, конечно, потому что мы сейчас говорим, о, энергия, это метафора, а субмодальность, это типа не метафора, это типа реальность, да, да, нет, субмодальность это та же самая метафора. Это все языки описания, просто если мы, ну, может быть, какой-то язык более точен, какой-то более сенсорик, какой-то более повторяем, то есть, в смысле, с помощью него можно обеспечить большую повторяемость, ну, тогда, наверное, с ними удобнее. Берем там какие-то, опять же, там, древние технологии, цигун, да, ну, ранее, да, они, там, там куча тоже, куча метафоров, куча описаний и сенсорных для того уровня и абстрактных, но которые сейчас можно тоже переводить. Если мы перевели, если мы повысили эффективность работы хорошо, то значит, мы будем лучше собой управлять. И если мы говорим, там, о погружении в энергию, там, там Тимук пишет, да, мы можем говорить словами погружения в энергию, если это нам помогает богорать. Если параллельное или добавочное описание к этому, там, инститические субмодальности или визуально инститические субмодальности, если мы их добавляем, внезапно оказывается, что мы чего глубже погружаемся в энергию, и не погружаемся, у нас ее больше становится. Ну, из-за этой метафоры. Ну, хорошо, значит, это полезно, значит, это хорошая штука, значит, можно вот так вот делать, ну, раз получается, что у нас больше этой самой энергии. У меня, в конце концов, однажды на одном из тренингов по NLP я демонстрировал работу с клиентом практически в классическом подходе NLP. Были ли там элементы второй позиции? Ну, наверное, немножечко были. Были ли там элементы транса? Ну, да. То есть, махал ли я руками там на субмодальности человека, ну, то есть, немножечко там на PSD, да? вот махал, конечно же, махал. Ко мне в перерыве подошла женщина такая. А вы же не только NLP, да? Вы же там еще живые энергетики, же его, да? Я видела. Я не скажу никому, но я видела, что вода это есть. Ну, вот, есть, здесь есть. Чего? Пусть будет. Ну, что? Вопросов никаких нет? Только благодарность. Тогда, тогда мы ждем ваших вопросов. Если они все-таки возникнут, пишите в комментариях или на англичку, обязательно ответим, либо сделаем дополнительный эфир, если захочется, чтобы мы раскрыли еще какие-то темы или аспекты. Ну, либо ответим в комментариях, да, если вопрос там потребует какой-то будет лаконичным, да? Ну, что? Спасибо вам большое за участие. Спасибо всем, кто был, кто задавал вопросы. Кто будет нас смотреть в записи, пишите, пишите письма, жлите вопросы.